Хочу вам напомнить, если кто-то забыл или кто-то не знает, потому что постоянно приходят новые люди, у меня есть второй канал, который называется «Жизнь прекрасна». Жизнь на этом канале действительно прекрасна, и я об этом напоминаю вам в каждом видео на этом канале. Все видео представляют из себя короткие, не более 10 минут техники, в которые помогают разобраться в разных жизненных ситуациях. Они абсолютно практичны, они отвечают на вопросы, что делать, если я не умею сказать «нет», как справиться с обидой, где найти время, где найти силы, как взять и сделать все, что не делается. Все эти техники я представляю в коротком виде, как небольшую лекцию, о чем это все, и потом рассказываю о методике, при помощи которой вы можете сами взять и проработать все. Приглашаю вас на мой второй канал, заходите, подпишитесь на него, новые видео выходят один или два раза в неделю. И тем, кто подпишется, будет еще один специальный бонус уже скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал «Субъективно об Америке». В сегодняшнем видео я расскажу вам очень коротко, где в Техасе можно заняться одним из самых любимых техасских развлечений, а именно пострелять. Большинство кадров в этом видео будет снято из-под полы, потому что, несмотря на то, что владельцы данного заведения дали свое согласие снимать внутри, но люди, которые там находились, готовились стрелять, покупали патроны, брали в аренду ружья. Невольнолюбивые техасцы, они сказали, «Эй, не снимай нас на видео!» Поэтому все, что смогла, сняла, а что не смогла, буду снимать из-под полы и вставлять в виде монтажа. Итак, мы находимся с вами в Хьюстоне, штат Техас. Это обычный будний день-вечер. Мы приехали сюда пострелять. Это будет мой практически первый раз, если не считать школьной военной подготовки. Нас сопровождает наш инструктор. Именно он показал нам, как все это делается, именно он все это устроил. Ну, как говорится, поехали! Ну, и вот так вот, по количеству больших автомобилей. И по их размерам можно догадаться, какой здесь собирается контингент. Так, это традиционный обычный вечер четверга, время, когда народ уже немножко себе позволяет расслабиться. И как же расслабляются у нас в Техасе? А у нас в Техасе едут пострелять! Самое веселое, самое лучшее развлечение, какое только можно придумать. В общем, со всем этим свободолюбием все, что мне осталось, это делать видео в машине. Так как машина это моя собственность, и где бы я ее не поставила, я могу в ней делать все, что хочу. На каждом углу возникали вопросы, что ты делаешь, и куда это видео пойдет. Так как все, что связано с оружием, все, что связано с какими-то такими действиями, техасцы относятся к этому очень трепетно. Ну, ладно, расскажу вам в трех словах, как все происходит. Подобные учреждения, они являются частными бизнесами. Для того, чтобы их открыть, нужно пройти определенную сертификацию, то есть соответствовать каким-то требованиям. То, что вы видели, то, что я показала снаружи, это ангар, который имеет какие-то определенные степени защиты. Внутри этого ангара офис, где можно взять оружие в аренду, где можно купить патроны, где можно получить эти штучки в уши, на уши, защитные очки, мишени и все остальное. Остальная часть ангара разделена на небольшие помещенницы с такими бетонными стенами, по крайней мере, выглядят они бетонными, в которые помещается 3-5 человек, каждый в своем пенальчике, вешает мишеньку на специальное устройство, отодвигает ее и стреляет. В принципе, ничего сложного. Что меня больше всего удивило, никакого ID у нас не спросили вообще. Убедились, что мы старше 18 лет, ну так, визуально, и сказали, пожалуйста, получите все, что вам хочется, идите стреляйте, хоть устреляйтесь. У нас оружие было свое, наш инструктор с собой принес, и если этого нет, то, в принципе, разное оружие можно взять здесь. В основном это только всякие пистолеты. Для того, чтобы стрелять из автомата, нужно ехать на специальные другие ранчо, которые расположены за чертой города, это принципиальный момент. Что еще из интересного я заметила? Очень разнообразная публика. Это и вот эти вот огромные ковбои на своих огромных машинах, маскулинные мужчины, из которых так и прет адреналин из разных частей тела. И это пожилые женщины, и это даже благообразное семейство, взрослый сын, мама и папа, которые стреляли по очереди. И это мы такие странные, две русские девушки и настоящий техасский ковбой. Никого не спрашивают, что вы тут делаете, что вы хотите. Умеешь пистолет в руках держать? Знаешь, что делать? Все, бери и иди. Люди очень добродушные, люди очень расслабленные, доброжелательные. Ну, в принципе, как все у нас в Техасе. Подобные же заведения, кроме indoors, расположенных внутри, могут быть расположены вот таким образом снаружи. Для этого, конечно же, все заведение должно быть где-то далеко от города, или, по крайней мере, вот там задний план должен быть защищен от случайно проходящих мимо людей. Часто можно увидеть, что по сторонам у них выкопаны такие траншеи с высоким валом из земли. Это делается естественно из соображений безопасности. Но вообще, по большому счету, должна сказать, что все здесь очень расслаблено, все очень демократично. Приходи, кто хочешь, стреляй, кто хочешь. Никто вам не помешает. Вот так у нас все в Техасе. Так и живем расслаблено, спокойно и не паримся. И оно, знаете, как бывает? Ты не паришься, и ты счастлив. Вот здесь можно даже заказать себе вечеринку. Видите, есть специальное устройство для приготовления мяса, столики. Наверх поднимаются дамы в специальных нарядах для стреляния и стреляют по всем этим фигуркам. Что еще нужно для развлечения? Фух! Я должна вам сказать, что адреналина от этой стрельбы невероятное количество. Хочется прыгать, хочется верещать не своим голосом, хочется есть, конечно же. Теперь я понимаю, почему наши техасцы такие бодрые, бравые и всегда в них столько много энергии. Потому что они стреляют в любое свободное время. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Как обычно, напоминаю вам, что нужно подписаться на мой инстаграм, потому что там я пащу короткие видео, фотки и вообще разные анонсы. Поставьте лайк под этим видео. Если что-то осталось неосвещенным, что-то осталось непонятным, задайте вопрос в комментариях. И, конечно же, помните, что эти мишени были выбраны совершенно случайно. В инстаграме фотография моя с этими мишенями вызвала очень неоднозначные комментарии. Честное слово, ничего никто не подразумевал. Сидели, просто примус подчиняли. На этом у меня сегодня все. Как обычно, далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok